Несмотря на самый разгар дня, видимо, набережная совершенно пустая. Доброе утро, банда! Времени 6 утра. Я двигаюсь на центральный пляж Судака, потому что сегодня я из этого города уезжаю. Как я вам показывал, приехать сюда можно маршруткой, а уезжаю я сюда с помощью теплохода. Есть и такой способ. Сам что-то вчера про него узнал. Оказывается, можно заказать экскурсию, заплатить за нее всю половину стоимости. 850 рублей. При этом в 8 утра мы уплываем, и полпятого я буду в Ялте. Будет три остановки. На которых можно будет отдохнуть, покупаться и насладиться всей крымской красотой. Сейчас заодно сниму вам один из вариантов провокации. Как сделать фальшивый кадр и раскрутить их по интернету. Выходит журналистская группа обычно. Все в 6 утра, так что в этом плане я уже припозднился. И происходит примерно следующее. Улицы Крыма совершенно пусты. В данный момент мы находимся в самый разгар летнего сезона. Июль месяц, 2016 год. И как видим, что на улицах Судака совершенно нет отдыхающих. В этот момент навстречу должен идти подставной актер, у которого мы возьмем интервью. Актера у нас нет, к сожалению. Ну, примерно он бы сказал. Сезон провален. Это просто какой-то кошмар. Вы сами все видите. Два часа дня. Самый разгар сезона. Июль месяц. Курортный город. Народа нет. Абсолютно. Я не знаю, как мы будем жить. Чем мы будем кормить детей. Дальше камера плавно перемещается на пляж. Несмотря на самый разгар днев, видимо, напишем, что совершенно пусто. Никого нет. Отдыхать некому. Ну, собственно, вы посыл поняли. Приходишь на пляж в 5 утра, ну, лучше в 6, когда солнышко встало, берешь пару-тройку подставных, типа, которые будут давать интервью. Как все плохо. Репортаж готов. В общем, билеты я взял. Билеты с Судака до Ялты стоят в один конец 850 рублей. Что в него входит? Значит, две остановки, одна на три часа. Не помню, какой это там пляж крутой. Вторая остановка 40 минут. Ласточкино гнездо. И потом прибываем в Ялту. Отправление в 8 утра. В Ялте я буду пол пятого. То есть 16.30. Там тоже можно будет погулять, отдохнуть. Я думаю, что часов до 5-7 я погуляю. И потом буду искать возможность уехать в Севастополь. Ну, и, в принципе, скорее всего, это будет последний пункт моего путешествия в Севастополь. Ну, потом в Симферополь. Ну, и буду выбираться каким-то образом. Ну, а пока путешествие продолжается. Сейчас ждем корабль. И вперед. Через несколько минут отплываем. С Судаком можно прощаться. Впереди еще много интересных городов. Сегодня будем в Ялте. И, возможно, сегодня будем и в Севастополе. Первая остановка. Прибыли мы к Непгитскому заповеднику, Непгитский ботанический сад. Сейчас народ поедет на экскурсии. Я не пойду. Я сегодня загораю, купаюсь. Еще небольших два трабла. Первый, то есть у меня этот самый микрофон начинает подыхать. Где-то провод отходит периодически. Вторая проблема, что аккумуляторов у меня осталось тоже. Маловато. Полтора. Чем больше здесь нахожусь, тем больше какое-то осознание приходит к тому, что одно из лучших мест, наверное, для жизни. Если Беларусь хороша для жизни в плане порядка, в плане всех этих социальных моментов, то Крым идеален для жизни благодаря своей природе, красоте, целебному воздуху, климату. С большой долей вероятности мы как минимум на полгода сюда переберемся. Осталось только определиться, какой именно город. Не зря я все-таки приехал, не зря посмотрел. Но для того, чтобы окончательно понять все-таки, хорошо здесь жить или плохо. Надо действительно пожить какое-то время. Месяцев шесть как минимум. Что я могу сказать про это место? Я даже не знаю, как они называются. Короче, пляж прикольный, водичка классная, но дно лично мне не очень нравится, оно гальк. Это такие камни. И они реально, без стапок, когда без стапок идешь, ходить вообще не важно. Очень по ногам режешь, в стапках нормально. А так все равно, не нравится. Не нравится. Ну, по крайней мере, наслышал, что самые лучшие пляжи, самые лучшие продажи в Ялте. Через несколько часов узнаю, так ли это или нет. Вот сейчас стою все и думаю, вот вроде влог снимаю, да, а все равно поставлю привычку, пытаюсь что-то показать, что-то рассказать. Это же неправильно. Влог это все-таки такой сюжет твоей жизни, какой-то кусочек тебя, что ли. Надо попробовать, наверное, короче, надо как-то попробовать, старгироваться от мысли о том, что тебя будут смотреть зрители. Все пытаюсь это сделать, но никак у меня не получается. Хочется объять необъятное, показать им по максимуму, что-то рассказать, но это же уже невлог, это уже что-то другое. Все, друзья, микрофон окончательно сдох, поэтому я понятия не имею, как будет записываться звук. Тем временем на море начался небольшой шторм, а нам еще плыть до Ялты. Надеюсь, не укачать. Через полчаса отправления, пора идти ближе к кораблю. Вот на этом кораблике мы поплывем сейчас. Отправляемся дальше с Ласточкино-Гнездо, там вроде 40 минут стоим, и потом Ялта. Снимать буду мало, потому что экономим аккумулятор, осталось полтора, а когда я их сам могу зарядить, я понятия не имею. Так что, так что как-то так.